Грузия начинает модернизацию своих вооружённых сил. К этому её подтолкнул успешный боевой опыт соседа – Азербайджана. Несмотря на заявления властей Грузии о мирной реинтеграции оккупированных территорий этой страны, в Тбилиси делают серьёзные шаги по изменению структуры своих вооружённых сил. На днях на совместном заседании комитетов парламента один из кандидатов в министра обороны Ираклий Гарибашвили представил своё видение оборонного сегмента программы нового правительства. Выступая, он подчеркнул, что основная задача оборонной политики Грузии – повышение соответствия страны для окончательного членства в НАТО и основанное на общих ценностях стратегическим партнёрам Соединёнными Штатами углубленное сотрудничество, повышение обороноспособности страны и обеспечение достойных условий для наших вооружённых сил. Ираклий Гарибашвили сообщил депутатам парламента, что в 2021 году планируется приобретение и принятие на вооружение оперативно-тактических беспилотных разведывательно-боевых летательных аппаратов, их называют «камикадзе». Манёвренные и артиллерийские части будут оснащены современными летательными аппаратами без экипажа. В будущем году солдаты армии Грузии получат натовские винтовки типа М4, современные пулемёты, гранатомёты и другое оружие. Сейчас в Грузии стоит на вооружении система противовоздушной обороны из Израиля «Рафаэль». В 2021-м она будет модернизирована и обновлена с помощью израильских специалистов. Кандидат в министры также заявил, что в дополнение к имеющимся у Грузии американским противотанковым системам «Джевлин» будет приобретена новая их партия, а также новые зенитно-ракетные комплексы из США. Планируется развитие и военно-промышленного комплекса Грузии. Для этого уже начаты переговоры с Польшей, Чехией и Израилем с целью создания совместного предприятия. На нём предполагается производить машины с высокой проходимостью, бронеавтомобили, другую бронетехнику для армии. Укрепление обороноспособности на базе новых технологий, новых подходов, тактики и стратегии, опыта успешных военных действий соседней страны, несомненно, является необходимой частью программы любого правительства. Как говорил некий классик, если ты не хочешь кормить свою армию, тебе, возможно, придётся кормить чужую. Опыт победы армии Азербайджана в Нагорном Карабахе наглядно доказал это. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию.